Москва, 3 декабря 2019 года. Пассажирский автобус перевернулся в Старооскольском городском округе Белгородской области. Сообщается, что около 8 часов 25 минут по московскому времени в районе села Преображенко автобус съехал в Кювет и опрокинулся на бок. Как выяснилось, в нем ехали 30 человек. По словам дежурного ГИБДД, пострадали пятеро, среди которых оказался маленький ребенок. Транспортное средство выполняло рейс Преображенко-Старый Оскол. По предварительной информации, из-за сложных погодных условий водитель не справился с управлением и допустил съезд в Кувейб. Тех, кто не пострадал в аварии с места происшествия забрал другой автобус. Еще одна неприятная новость с участием автобуса. В этот же день в ночное время суток жертвами ДТП в Казахстане стали 4 человека. В результате чего, 4 человека погибли, и 15 получили травмы различной степени тяжести. ДТП случилось ночью 3 декабря в 85 километрах от города Казаларда. По предварительным данным, водитель автобуса, в салоне которого находились 50 пассажиров, не справился с управлением из-за гололеда. На месте происшествия обнаружено четверо погибших и 15 пострадавших. Отмечается, что число жертв и пострадавших может возрасти. В настоящее время на месте ЧП работают медики и спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что в числе погибших и пострадавших граждан Российской Федерации нет. По словам зампредседателя полиции МВД Казахстана Жаната Абрахманова, жертвами и пострадавшими стали граждане Республики Казахстан. Транспортное средство перевозило сотрудников организации, направлявшихся на работу в город Кумполь. На месте происшествия работают сотрудники следственных органов. Планируется провести различные экспертизы. Еще одна неприятная новость. Сегодня, в 12 часов 30 минут по московскому времени на федеральной трассе в Воронежской области опрокинулся рейсовый автобус. Пострадали 14 граждан Украины. Всего в автобусе ехали 28 человек. Они направлялись из Запорожья, в Ростов-на-Дону. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на 763-м километре трассы в Бабучарском районе Воронежской области. Автобус под управлением 59-летнего водителя опрокинулся на бок. К ликвидации последствий ДТП привлекли 26 человек и 8 единиц техники. А теперь немного о погоде. Синоптики предупредили москвичей о первой метели, которая ожидается в среду 4 декабря. В этот день в столицу будет идти сильный снег, высота снежного покрова может составить несколько сантиметров. Вероятно, усиление ветра до 15 метров в секунду. Как ранее нам сообщили, самые высокие сугробы в России сформировались на территории между Якутией и Чукоткой, где высота снежного покрова достигает 70 сантиметров. На этом пока все, берегите себя и будьте внимательнее на дорогах общего пользования. Всем отличного настроения, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова